приветствую всех приветствую уважаемых лидеров как меня слышно давайте проверим ставьте плюсики улыбочки всем отличного дня хорошего настроения сейчас в этой комнате 505 человек как уместилась непонятно комната на 500 человек рассчитана значит сегодня у нас собрались одни лидеры и для нас с вами подготовил один человек классный вебинар который мы сейчас будем все с удовольствием слушать я хочу пару слов рассказать о наталье которая будет сейчас выступать наталья коваленко это руководитель нашего региона территориальный менеджер восточного региона украина наталья работает уже 12 лет в компании oriflame и у нее огромный опыт за плечами она работала в разных регионах украины а также работала в грузии и хочу сказать что в грузии благодаря ее работе внимание внимание благодаря ее работе товарооборот грузии увеличился на 60 процентов на минуточку да насколько вот ну классно поэтому дорогие коллеги наша с вами сейчас задача внимательно слушать задавать по теме вопрос у вас есть прекрасная классная возможность задать напрямую натальей вопросы которые вас интересуют ну наталья думаю уже объявит там или в конце или по ходу то есть как будет удобнее спикеру запись будет пожалуйста не спрашивайте будет или нет запись будет делается я думаю тут ползала и пишет в этот вебинар ну все я не буду долго задерживать наталья я предоставляю вам слово спасибо вам огромное что согласились для нас провести такой вебинар важный и нужный по лидерству встречаем наталья коваленко территориальный менеджер восточного региона украина добрый день подпишите пожалуйста плюсиками слышно ли меня сейчас слышите ли вы меня и видите ли вижу восклицательные вот пошли плюсики отлично отлично а хорошо добрый день дорогие друзья мне очень приятно сегодня быть здесь и мы много очень общаемся с топ лидерами вашей структуры с анной черной с ниной кокол мы с ними у нас были индивидуальные встречи когда мы общались и обсуждали потребности собственно говоря вот это встреча этот вебинар он как раз родился именно на одной из таких встреч мы говорили с ними о том что нужно вашей команде для того чтобы быть еще эффективнее вы молодцы у вас отличные результаты я хочу вам пап давайте поаплодируем вот вашей структуре для меня сильно огромное удовольствие сегодня быть с вами на этом вебинаре и вот как мы поаплодируем восклицательными знаками давайте поаплодируйте себе вашим достижениям вашей работе вы действительно огромные молодцы вас есть отличные результаты да вижу отлично и хочу сказать что какие бы не были хорошие результаты но всегда их можно улучшить правда все идеального ничего не бывает всегда можно улучшать и улучшать и улучшать и быть максимально эффективными и вот одно из направлений одна из тем которые мы выяснили да которые мы много говорили с топ лидерами это конечно же развитие лидерских качеств потому что наш бизнес млм бизнес я действительно в компании рефлейм уже больше 12 лет работаю и с огромным количеством лидеров топ лидеров работала и я понимаю что наш бизнес его основа вообще единственное да наверное самое главное что здесь нужно это лидеры сильные профессиональные уверенные в себе понимающие знающие что они делают лидеры и вот именно такие лидеры движут бизнес именно профессиональные сильные лидеры выращивают огромные команды добиваются огромных результатов создают потрясающие системы работы и так далее а продукция я вижу комментарии вот кстати сразу же мы говорим да формат взаимодействия я смотрю мне удобно работать с комментариями поэтому пишите вопросы которые будут возникать возможно на какие-то вопросы я не отвечу сразу если у нас будет немножко другая тема идти да я буду что-то другое рассказывать не отвечу сразу тогда повторите в конце хорошо но в принципе пишите комментарии вопросы которые будут возникать по ходу и я думаю что мы сможем с вами такое взаимодействие наладить так вот продукция это скажем так второй компонент который в свою систему работы включает лидер да то есть в любом случае первичный лидер да и с него все начинается и сегодня у нас с вами тема на которой мы будем говорить о развитии ну вообще о том кто такой лидер и о развитии тех основных навыков которыми должен обладать лидер и я понимаю что здесь вот сейчас сказала не на том что здесь собрались люди которые уже являются лидерами для своих структур у вас уже в команде есть люди кстати можете написать чтобы я тоже немножко ориентировалась да понимала аудиторию кто здесь есть можете написать на каких вы уровнях ну просто в чате да там бегущей строкой чтобы я видела кто здесь у нас да на каких уровнях лидеры находятся ну а любой уровень да начиная от трех процентов заканчивая исполнительным директором это в любом случае лидер просто лидер для разного количества людей вижу вижу отлично да трех процентник это лидер для нескольких человек скажем так а исполнительный директор это лидер для десятков тысяч людей и вы понимаете что для того чтобы с трех процентов выйти на уровень исполнительного директора нужно нарабатывать в себе лидерские качества хотя говоря знаете если ты научился руководить тремя то потом тебе уже не важно каким количеством руководить ну в общем будем сегодня говорить да говорить о лидерских качествах и о том что для этого нужно вижу спасибо большое поняла поняла что много и очень разных уровней у нас сегодня присутствует но в любом случае еще раз повторюсь все лидеры и начать хочу с того что настоящий лидер самое главное его качество это то как он мыслит и относится к тем ситуациям которые происходят вокруг мы с вами находимся в очень в мире до который очень изменчивый меняется все вокруг меняется ситуация в стране странах вообще в мире ситуации в экономике меняются ситуации в компании меняются вот например даже если говорить об изменениях то в этом каталоге у нас ну такое глобальное изменение да у нас новый маркетинг план новый план успеха появился и начал работать да то есть изменения происходят все время мы находимся в постоянной ситуации изменений и кто такой настоящий лидер тот кто правильно реагирует на эти изменения и мне очень нравится та фраза которую вы видите сейчас на этом слайде когда дует ветер перемен одни люди возводят стены а другие строят ветряные мельницы происходят какие-то изменения и люди которые не являются лидерами по своей натуре начинают возмущаться там не знаю плакать говорить как это причем какие бы перемены не были на самом деле да потому что ну любая перемена она влечет за собой какие-то изменения в наших действиях да в нашей жизни там в том что нас окружает и соответственно вот любые изменения даже самые позитивные даже самые классные изменения но все равно много людей есть которые будут недовольны ой это же мне они все равно найдут да в чем там минусы ой мне вот это плохо там мне это не нравится и так далее что делает лидер он оценивает эти изменения с какой точки зрения первое они для меня сейчас да вот как я вижу в том виде в котором пришли я вижу они мне дадут результат в плюс или результат в минус да вот в той моей системе в той ситуации которая есть сейчас если результат в плюс то может ничего и менять не надо да все отлично я буду продолжать в этой ситуации работать так как я работал раньше если вижу что что то не так где то будет сложнее там и так далее что делает лидер он делает следующий шаг он оценивает я могу повлиять на эту ситуацию могу ли я что-то сделать для того чтобы изменить ситуацию если ответ два да то он ее меняет если ответ нет вот ответьте мне в чате да давайте будем так интерактивно тоже работать вот как вы считаете если лидер понимать что повлиять на ситуацию он не может что он будет делать в этой ситуации он меняется сам отлично спасибо большое марина вот ищет выход да и так далее креативит то есть он к этой ситуации ищет пути решения да варианты как я могу построить ветряную мельницу для того чтобы она заработала и для того чтобы я из этой ситуации извлек выгоду отлично с этим понятно да идем дальше это первый очень важный момент как мыслит лидер теперь немножко определения там да ну тема у нас лидер лидерство поэтому конечно нельзя тут без определений буквально парочку я подготовила но такие они очень разные но мне очень нравятся это определение которое дал итальянский психолог антонио мейгетти и звучит это определение так лидер это рука помощи которую протягивает жизнь этому миру поэтому он не вправе останавливаться поворачивать назад точно так же как жизнь никогда не течет снять вот почему я люблю это определение потому что оно такое оно немножко силосовское но она очень четко показывает насколько важна роль лидера вообще в жизни в нашем мире и я хочу чтобы вот вы сейчас вы все здесь собрались лидеры да чтобы вы вот это прочувствовали потому что на самом деле лидер это ну то звено да в общей цепочке нашей жизни благодаря которым вообще все происходит если бы не было лидера то в нашем мире не было бы ничего ну когда-то какой-то лидер подумал я хочу чтобы здесь стоял дом и здесь стоит дом да и я сейчас в нем нахожусь в этом здании и провожу вебинар например а какой-то лидер захотел чтобы появился интернет и мы с вами можем сейчас общаться и там и так далее да а какие-то лидеры в свое время сказали мы хотим создать компанию арифлей и они создали и благодаря этому сейчас огромное количество людей зарабатывает деньги там пользуются хорошей продукции качественно и так далее да то есть лидер это очень важное звено это очень важная позиция в этом мире поэтому вот наверное я это определение люблю и всегда показываю почувствовали так вот гордость за то дело которым вы занимаетесь на самом деле меняете жизнь небольшого количества людей это она огромная очень большая ответственность да с одной стороны а с другой стороны насколько это важное дело так идем дальше следующий слайд не понимаю почему у меня исчезла определение это определение понятия лидерства да то есть есть лидер есть лидерство что такое лидерство лидерство это процесс при котором человек влияет на других членов группы ради достижения целей группы тоже такое очень сильное определение которое очень четко показывает что нужно делать для того чтобы быть быть для того для того чтобы быть лидером да то есть в чем задача лидера в определении лидерства я выделила три ключевых слова вы видите они жирным шрифтом обозначены человек влияет и цели начнем с человека да с лидера итак качество лидера первое мы уже говорили это правильное отношение да это то как он мыслит и вот в этом ключе очень важное составляющее мышление лидера заключается следующее лидер всегда понимает что он является причиной и он несет ответственность за все что происходит в его жизни вот это первое понятие мы сейчас будем с вами говорить я хочу чтобы вы на это смотрели с одной стороны на себя примеряли а с другой стороны мышка закрывает слайд да вот так все не мешает а итак с одной стороны чтобы вы примеряли это на себя да а я всегда ли я себя так веду во всех ли ситуациях и с другой стороны вы как лидеры в компании Reflame да в MLM бизнесе ваша задача это постоянно искать лидеров искать и давать возможность находить этих людей да и давать им возможность здесь развиваться в компании Reflame и поэтому опять таки когда вы в поиске лидеров то обращайте на это внимание и соответственно соответственно смотрите как человек относится к жизненным ситуациям курсор мышки вижу переписку про лидеров скажите куда мне нужно его отвести он у меня на самом деле внизу экрана находится поэтому я не могу понять как он может мешать он прям вообще у меня за панелью вебинара наверху брать вот так так не мешает окей идем дальше вижу что все нормально идем дальше итак тема лидерства да и понятие причины и ответственности и так обращайте внимание на тех людей которые действительно ответственно относятся к своей жизни и которые понимают что такая бы ситуация не произошла ну вы же понимаете что если ситуация любая ситуация происходит в вашей жизни то всегда есть две составляющие которые ее создали есть какие-то внешние обстоятельства ну что-то произошло абсолютно не зависящее от вас и вторая составляющая это то как вы на это отреагировали ну в принципе это то с чего мы сегодня начали что-то меняется что-то происходит человек на это как-то реагирует соответственно результат это сумма внешней ситуации и вашей реакции если бы вы отреагировали как-то по-другому на эту ситуацию то было бы как-то по-другому в вашей жизни в вашем бизнесе там в ваших отношениях и так далее поэтому лидер всегда четко понимает произошла ситуация которая мне нравится отлично я молодец я правильно отреагировал я сделал правильные действия произошла ситуация которая мне не нравится я причина этого я как-то отреагировал я что-то сделал и поэтому результат теперь мне не нравится я задумываюсь о том что я буду делать по-другому для того чтобы в следующий раз результат мне понравился и результат меня удовлетворил вот это и есть закон стопроцентной ответственности я несу ответственность за все что происходит в моей жизни это понятно? это я вам говорила с точки зрения ну как бы на себя примерили теперь давайте посмотрим как мы как лидеры уже начинаем влиять на своих партнеров потому что на самом деле каждый из нас своими действиями влияет на других людей и помогает этим людям либо раскрываться и становиться более сильными лидерами либо наоборот ставит людей в позицию жертвы в позицию человека которому кажется что все вокруг происходит а он ничего не может с этим сделать ему все не нравится он только умеет что плакаться и говорить как ему плохо в жизни и как ему не повезло и здесь ключевым является то как человек вот подход ответственного участника когда мы общаемся с людьми для того чтобы человек действительно понимал что это я создал или я позволил или я сделал то мы можем ему помочь правильно отнестись к этому просто правильно задавая вопросы есть такое такое волшебное слово почему возможно вы уже слышали об этом и вы разные вебинары и тренинги проходите это возможно не будет для вас новым но тем не менее это то о чем всегда нужно помнить потому что вы постоянно общаетесь с людьми да вы постоянно как лидеры влияете на людей и вот слово почему оно в большинстве случаев когда мы задаем человеку вопрос почему ну произошла какая-то ситуация например вот здесь у нас внизу видите на слайде приведен самый банальный жизненный пример человек опоздал если мы задаем человеку вопрос почему ты опоздал что это вот какое желание это вызывает у человека вот я вас сейчас спрошу почему вы опоздали какое у вас желание вызывает сразу что вы хотите делать в ответ пишите в чате мысли ваши почему опоздал вас спрашивают сразу же хочется оправдываться начинать рассказывать ой да это автобус опоздал на самом деле да не я это он виноват да было там кучу каких-то там проблем да дорогу перерыли по которой я шел да встретил с вами какой-то знакомый я не мог никак от него отдел ну в общем мы можем придумать миллионы оправданий миллионы поэтому настоящие лидеры они не не провоцируют людей становиться в позицию жертвы наоборот своими вопросами они помогают людям почувствовать себя ответственным участником правильно в данной ситуации задать вопрос как если просто поменять слово почему на вопрос как то очень многое сразу же меняется ну как минимум это заставляет человека задуматься как ты опоздал что ты сделал для того чтобы опоздать на эту встречу и тогда уже появляются совсем другие ответы правда человек задумывается он начинает анализировать а правда как я опоздал что я не предусмотрел что я не сделал да это кстати тоже те наводящие вопросы которые вы можете задавать человеку ну я сейчас самое банальное здесь опоздал да но в вашей практике в вашем бизнесе ведь огромное количество ситуаций есть когда вы о чем-то договариваетесь с человеком и в результате он это не сделал или сделал как-то не так сделал меньше чем вы договаривались да сделал медленнее чем вы договаривались и так далее и вам в любой из этих ситуаций человеку нужно задать вопрос да вам нужно ее обсудить как что ты не предусмотрел что ты позволил да что ты сделал и так далее и тогда возникают все другие ответы вот на вопрос как ты опоздал ну уже как-то не будешь же рассказывать там про там не знаю какие-то внешние силы уже задумался уже ну да надо было наверное на 10 минут раньше выйти но я уже понял человек сделал вывод соответственно в следующий раз он выйдет на 10 минут раньше соответственно предусмотрит ситуацию что может опоздать автобус да например итак как лидеры мы помогаем людям становиться в позиции ответственного участника и соответственно тоже развиваться как лидеры вот например таким простым инструментом как задавание вопросов идем дальше что делает лидер ну по сути в бизнесе с Арифлейм мы сейчас говорим лидер управляет своей структурой в структуре каждого из вас есть огромное количество людей и эти люди пришли к вам с какой-то определенной целью как правило к нам в бизнес люди приходят с тремя целями да с тремя ну может быть еще сложно это назвать прямо целью она может быть не оформлена там очень четко и конкретно но желание уж точно всегда в ваших структурах есть те люди которые только покупают для себя скажите есть в ваших структурах такая категория людей и если есть то вот как много ну в процентах приблизительно сколько процентов у вас людей которые пришли сюда только для того чтобы покупать для себя кто-то может так прикинуть приблизительно 35 15 я вам хочу сказать кстати что вот в вашей структуре для меня это интересные очень цифры потому что это на самом деле вот у кого-то 70 я увидела 60 90 даже потому что на самом деле статистика именно такая вот возможно когда структура еще маленькая то в ней мало маленький процент этих людей но когда структура уже большая например директорская структура или там тем более там золотой сапфировый директор то как правило в такой структуре процент людей которые пришли покупать для себя достаточно большой вот эти 70 80 процентов это наверное как раз та цифра процентов 70 точно которые пришли покупать для себя есть категория людей продавцы ну наверное в вашей структуре ее очень мало возможно они есть но вы знаете что в нашем бизнесе и в компании есть такая категория людей которые продают продукцию ну они имеют разницу в там цене каталога цене дистрибьюторской да и так далее у них есть клиенты которых они обслуживают и так далее и есть люди которые пришли сюда для того чтобы стать лидерами и осуществлять свои мечты вот так процент такой процент этих людей какой в ваших структурах тех которые пришли для того чтобы стать лидерами построить бизнес и так далее и осуществлять свои мечты вместе с Эриклей. Вот вижу, Олеся пишет 50%, 99%, 1-2%. Ой, отлично, вот насколько разные цифры. Это зависит, я уверена, от размера структуры. Насколько большая структура, вот настолько количество этих людей может быть разным. В чем заключается задача лидеров? Почему мы сейчас об этом говорим? Ну, первое, нужно понимать, что люди приходят к нам с разными целями. И это нужно понимать четко. А вторая задача лидера заключается в чем? Во-первых, знать, с какими целями к нему пришли люди. И во-вторых, помогать людям достигать этих целей. Вижу комментарии Нины. Почти все новички пишут, что пришли зарабатывать, а потом переходят к покупателям. Это абсолютно нормальный процесс. Цели, походу, могут меняться. Ваша задача как лидера – понимать на данный конкретный момент времени, какая у этого человека цель, что он хочет. А это значит, я ему даю то конкретное, что ему нужно, чтобы он достиг этой цели. Да, ту конкретную поддержку, инструменты и так далее, внимание со своей стороны, для того, чтобы он достиг своей цели здесь. Цель поменялась? Вам как лидеру нужно это понимать тоже. Да, соответственно, вы уже, соответственно, от изменившейся цели начинаете менять с ними взаимоотношения. Процент вашего времени, которое вы тратите, естественно, самый большой на тех людей, которые хотят стать лидерами и осуществлять свои мечты с Reflame. Так у вас это происходит? Вот если взять ваше время, то вы по процентному соотношению больше времени уделяете тем, кто хочет быть лидерами. Вижу, да. Да, то есть этих людей нужно понимать очень хорошо. Нужно понимать, чего они хотят, да, и действительно давать им возможность здесь реализовать свои мечты. Для того, чтобы те люди, которые к вам пришли, действительно достигли своих целей, не разочаровались и не ушли, нужно очень четко понимать, когда вы с ними взаимодействуете, на каком уровне вы с ними говорите. Вы с ними говорите об их обязанностях или вы говорите об ответственности? Потому что очень часто эти два понятия мы путаем. И очень часто подменяем одно понятие другим. Можно я сразу прокомментирую? Ольга сделала такой комментарий. Люди приходят просто так. Просто так никто не приходит. Люди обязательно приходят с какой-то целью. И если вам кажется, что они пришли просто так, то, наверное, вы просто не знаете, какая их цель. Может быть, это не одна из тех трех целей, которые я озвучила. Может быть, она какая-то еще другая. Но она абсолютно точно есть. Потому что если у человека нет абсолютно никакой цели, то он даже мышкой не кликнет для того, чтобы зарегистрироваться. Или для того, чтобы там что-то сделать, какое-то дело. Поэтому какая-то цель точно есть, нужно ее выявить и понять. Ну, либо не нужно. Если этот человек вам в данный момент, у вас есть с кем работать, есть с чем заниматься и так далее. Итак, переходим к важному тоже навыку лидера, к важному пониманию лидера. Разница между обязанностями и ответственностью. Когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, то, соответственно, вы с ними о чем-то договариваетесь. Да? Договариваетесь в чем? Ну, например, я не знаю. Может быть, я сейчас вам приведу какой-то пример, который вот прям не совсем так у вас происходит. Ну, где-то в каких-то структурах так происходит. Пришел человек и говорит, моя цель, я хочу стать директором. Или золотым директором. Я хочу здесь строить бизнес и зарабатывать деньги. Ему спонсор говорит, окей, я понял. Для того, чтобы тебе здесь стать директором, тебе нужно делать вот это, это, это. Тебе нужно там столько-то рекрутов, чтобы у тебя приходило в каталог. Тебе нужно, чтобы у тебя там появлялось такое-то количество новых бизнес-партнеров в течение каталога. Да? Тебе нужно, чтобы у тебя… Ну, в общем, прописывает с ним, там такая-то активность была в структуре, ее нужно поддерживать. То есть он начинает уже с ним конкретно работать в отношении его цели. И вот здесь есть очень важный момент. Как мы с этим человеком говорим? Мы говорим с ним на уровне его обязанностей или на уровне его ответственности? Обязанность отвечает на вопрос, что делать. То есть человек говорит, хочу быть директором. Мы ему говорим, окей, для того, чтобы тебе быть директором, тебе нужно каждый день какое-то количество писем рассылать, там, так-то, так-то, или там чего-то еще, да? Тебе нужно каждый день делать такое-то количество звонков. Тебе нужно, там, ну, в общем, понимаете, да? Мы начинаем ему говорить абсолютно конкретные действия, которые ему нужно делать. А ответственность отвечает на вопрос, какой результат. И результат – это как раз вот то, да, за что человек отвечает. Ну, что такое ответственность? За что я отвечаю? Я отвечаю за результат. Давайте вот разницу я вам покажу сейчас на бытовом, не на нашем бизнесе. Бытовой пример, каждый понимает, наверное, чем занимается уборщица. Не могу, к сожалению, ее листать. У меня не появилась панель для того, чтобы ее пролистывать. Слышно? Все, слышно. Почему-то камера не включает. Не знаю, с чем она показывает. Ну, хорошо, я буду рассказывать. Я думаю, что не обязательно нужна камера. Итак, обязанности и ответственности. Берем уборщицу. Какие у нее обязанности в течение дня? Давайте я буду писать. Не обязательно вам писать. Я просто буду перечислять. Я думаю, что вы все понимаете, да, приблизительно, что это, о чем идет речь. Ну, не знаю, там, что, мыть полы, да, там, протирать пыль на столах, там, раз, не знаю, там, в месяц мыть окна, там, поливать цветы, да, ну, то есть есть какой-то перечень обязанностей, которые есть у уборщицы. А ответственность у нее, вот Анастасия уже даже мой вопрос опередила, это чистота в офисе. Когда ей ставит задачу ее руководитель, если он ей говорит, смотри, тебе нужно три раза в день мыть полы. Она сейчас записала, три раза в день в такое-то время мыть полы. На улице сухо, там, не знаю, светит солнышко, полный офис людей, там, не знаю, люди стоят в очереди, а у нее время пришло мыть полы. Она берет тряпку, начинает идти, людей расталкивать, вот, понаприходили тут, я тут не могу полы помыть. Знакомая ситуация? Наверное, многим знакомая ситуация. У меня время пришло, мне надо полы мыть. Другой день. На улице грязно, люди приходят, натоптали, в офисе грязь. Она сидит и говорит, не, еще три часа не пришло, мне еще полы мыть рано, я не пойду еще. Тоже, наверное, знакомая ситуация. А теперь смотрите, если этой же уборщице ставить не задачи, а говорить с ней об ее ответственности, мы говорим, твоя ответственность, чтобы в офисе было чисто. На улице сухо? Да ради бога, сиди, пей чай, тебе не нужно выходить лишний раз и мыть полы. Но на улице грязно, пожалуйста, пришли люди, натоптали, возьми и протри. Да, то есть это уже совсем другой разговор. И самое главное, другой результат будет. Если это переложить на наш бизнес, когда вы своим партнерам ставите задачи и говорите, тебе нужно там столько-то там сделать рассылок, я не знаю, сколько-то сделать, сколько-то сделать чего-то. Человек может там, да, ты не сказал столько сделать, я сделал. А какой результат? А нет результата. А никто не ответил, а никто не зарегистрировался. Это одна ситуация. А если мы говорим с человеком с точки зрения ответственности, то о чем мы с ним будем говорить? Вот как вы думаете, что мы будем ему говорить, если мы будем говорить ему об ответственности объявляем. Ты хочешь здесь построить бизнес, ты хочешь стать золотым директором, а это значит твоя ответственность. Я вам сейчас приведу пример одного из наших топ-лидеров нашего региона, Светланы Бережной, как она это делает со своими бизнес-партнерами. Чтобы каждый день у тебя прибавлялось по, ну, например, плюс 250 баллов конус. Сколько ты для этого сделаешь там звонков, приглашений, рассылок там и так далее? Это твое дело. Если у тебя есть эффективный, ты там как-то эффективно и хорошо работаешь, ты умеешь делать свою работу, то ты, соответственно, получишь этот результат с меньшим количеством действий. Но если не умеешь это делать эффективно, значит, тебе нужно больше действий сделать. Но тогда не будет ситуации, что ты мне сказал сделать столько-то, я сделал, а результата нет. Кто в этом случае несет ответственность? Если вы говорите своему партнеру, сделай там, не знаю, вот я просто к вашему бизнесу не могу применить, я в основном работаю с лидерами, которые не в онлайн работают, и у них очень четкие примеры, не знаю, столько-то анкет, например, заполни. Тебе нужно заполнить 20 анкет. Я 20 заполнил. А сколько у тебя регистрации в результате? Ни одной. Вы понимаете, да? Сделай столько-то звонков. Я сделал столько-то звонков. А сколько у тебя баллов бонуса появилось? Нисколько не появилось. Почему? Да потому что половину вообще трубку не подняли. Тогда в этой ситуации, когда вы говорите человеку конкретно, сколько ему нужно сделать, то ответственность вы берете на себя. Ответственность несу я. Но когда вы с ним прописываете результат, конечно, вы ему рассказываете, что нужно сделать. Вы его учите. Вы ему объясняете. Но фокус на результат. Тогда он действительно становится лидером. Скажите, это понятно? Это полезно вам было? Отлично. Хорошо. Тогда переходим к моему любимому треугольнику КЗО. Мы говорим с вами об ответственности. Мы понимаем, насколько важно, во-первых, самому всегда относиться с подходом ответственного участника к тем ситуациям, которые возникают. А во-вторых, насколько важно, чтобы люди в вашей команде, как минимум те, которые пришли сюда строить бизнес, чтобы они относились ответственно. Да, мы понимаем, насколько ответственность важна. И теперь очень важно, как лидеру, понимать следующие вещи. Треугольник КЗО показывает нам три составляющие, которые очень тесно взаимосвязаны между собой. Если мы говорим об ответственности, она абсолютно невозможна без знаний и абсолютно невозможна, если у человека нет контроля над ситуацией. Простой пример. Я несу ответственность, вот давайте сейчас опять-таки, отстраненно от бизнеса, пример, который абсолютно для всех понятный, реальный в жизни, наверное, такое делали. Вы в компании где-то собираетесь, и вам нужно организовать поляну, накрыть. На природе. Сейчас хорошая погода, как раз самое время. Кто-то ответственный за это дело. Нужно организовать эту поляну. Вы назначаете, например, кого-то ответственное. Что обязательно нужно этому человеку? Первое, что ему нужно, это знания. То есть вы предполагаете, что нужно организовать. Человеку нужно знать, где ее организовать, на какое количество людей, что вы предполагаете на столе, чтобы было. Это просто будут какие-то легкие закуски, или это будет ломиться стол от разных яв. Ну и так далее. То есть куча разной информации, разных знаний, которыми человек должен обладать для того, чтобы организовать эту поляну. А второе, что ему нужно, это иметь контроль над ситуацией. В чем заключается контроль? Финансовый контроль. Правильно? Ему нужно иметь деньги для того, чтобы все это купить. Контроль с точки зрения места проведения. Он должен, если это где-то какая-то закрытая территория, договориться, где там это будет происходить и так далее. То есть он должен иметь все основные инструменты контроля над этой ситуацией. И соответственно, чем больше ответственность, тем больше нужно знаний и тем большим контролем должен обладать человек. Это тоже важный момент, потому что, когда вы растете по лестнице успеха, каждый новый уровень ваш, лидерский, это ваша большая ответственность. Сегодня вы несете ответственность за 10 человек, завтра за 50, послезавтра за 1000. То есть это уровень ответственности абсолютно разный. Для того, чтобы управлять, развивать, влиять на такое количество людей, нужны знания, правда? Для того, чтобы на 3-10 человек повлиять, это какие-то одни знания и умения. Для того, чтобы повлиять на тысячи людей, это уже другие знания и умения. Поэтому настоящий лидер – это тот человек, который постоянно развивается, обучается и приобретает новые знания. И опыт, естественно, когда делает, то, соответственно, сразу же и опыт. И второе, что нужно, это контроль над ситуацией. В вашем конкретном примере контроль над ситуацией – это что? Это иметь компьютер, доступ в интернет, уметь пользоваться всеми отчетами, которые есть, то есть видеть полностью всеми инструментами основными, которые есть. То есть, соответственно, иметь возможность контролировать все процессы, которые происходят в вашей структуре. Следующий уровень – надо больше знаний и большим контролем обладать и так далее. То есть этот треугольник растет равномерно. Каждый новый уровень ответственности – больше знаний, больше контроля. С этим разобрались. Можем идти дальше. Да? Следующий мой инструмент работы лидера. Напишите что-нибудь там, плюсики, чтобы я понимала, что все нормально. У меня слышно, и мы идем дальше. Вижу. Спасибо. Еще очень важный инструмент лидера. Мы сегодня с вами проходимся… Вот именно спасибо большое за плюсики. Мы сегодня с вами проходимся именно по тем инструментам основным, которыми должен обладать лидер. Итак, следующий инструмент в работе лидера – это алгоритм обратной связи. Когда мы работаем с людьми, мы уже говорили, мы людям ставим какие-то задачи, мы с ними оговариваем какой-то результат, за который они ответственны. И, соответственно, мы о чем-то договорились, что-то было сделано, мы получили какой-то результат. Очень важное качество лидера – это уметь правильно давать обратную связь. Потому что не дать человеку обратную связь… Ну, вот вы поставили какую-то задачу, что-то было сделано, а вы обратную связь не дали. Ну, вам бы было приятно, вам что-то поручили, да, вы что-то сделали, а вам обратную связь не дали. Ну, наверное, не очень, правда? Ну, хочется обычно, чтобы что-то сказали, заметили как-то, да. То есть проинтересовать человека – это, ну, часто его расстроить, там, обидеть, да, действительно, и, ну, часто потерять. Когда результат, который мы получили, он хороший, ну, лучший, вот тот, который ожидали или даже лучше, то обратную связь обычно давать легко. Мы начинаем ее давать очень в позитивном ключе, правда? Мы всегда говорим – вау, молодец, классно, там, или пишем, да, там, ну, похвалили как-то. Поэтому тут об этом мы говорить не будем. Сложность возникает, когда нужно дать негативную обратную связь. Ну, вот вы с человеком о чем-то договорились, а он не сделал. Бывают у вас такие ситуации, кстати, в вашей работе? Вы договорились о чем-то, а человек не сделал это. Или такого не бывает. Бывает, вижу, у многих бывает. В этой ситуации, кстати, вот сразу хочу сказать, что это можно применять не только в бизнесе. Это можно и в жизни, и с детьми, кстати, это отлично работает, да. В этой ситуации крайне важно дать обратную связь. Часто, ну, человек что-то не сделает. Первый раз ребенка, давайте вспомним, у кого есть дети, очень, наверное, хорошо вспомнят, да. То есть ребенок идет учиться в школу, и вот первый раз он получает плохую оценку. Он приходит домой, он расстроенный, он там чуть ли не плачет, а может даже плачет, да. Очень часто так бывает с нашими партнерами в бизнесе. Да, он начинает что-то делать, а у него не получается, у него там что-то произошло, там, не знаю, там, страничку заблокировали его, там, еще там что-то происходит. Человек расстроенный, да, он к спонсору начинает там плакать, там еще что-то делать. Какое, какое желание сразу же у спонсора возникает? Успокоить, утешить, да. Да, ну, не переживай, да, все нормально, да, да, пожалеть его. Да, ну, я сам когда начинал, у меня тоже не получалось, да, я тоже там поставил себе план сделать столько-то, а я не сделал, да, ну и так далее. Мы так сделали первый раз на ребенке, очень отлично работает, сразу же видно. Что происходит второй раз? Опять ребенок получает плохую оценку, приходит из школы и уже не плачет. Правда? А когда вы начинаете у меня спрашивать, слушай, ну, что же плохая оценка-то? Он отвечает, не, ну, мам, ну, бывает такое, ну, не переживай, ну, это же нормально, ты же вспомни, ты же сама тоже плохие оценки из школы приносила. Ну, вижу, смеются, те, у кого дети есть, наверное, ситуация знакомая. То же самое и наш партнер, он может быть не прям такими словами говорит, но он так чувствует и он так думает. После того, как вы один раз его успокоили, он успокоился и для себя понял, ага, это нормально, то есть мы договорились с Ниной, что я это сделаю, я не сделал или сделал меньше, ну, и Нина сказал, ничего страшного. Это нормально, да, поэтому у меня все хорошо. И, соответственно, дальше уже с ним работать становится все сложнее и сложнее. Каждая следующая ситуация, каждая следующая договоренность может не выполняться, да, ну, и, соответственно, мы приходим к замкнутому кругу. Что нужно делать в этой ситуации? Кнут брать не нужно, Марина, но нужно уметь дать правильно человеку обратную связь. Я вам сейчас дам два алгоритма. Это разные психологи, да, разные специалисты их дают. Выбирайте, кому какой больше нравится. Первый алгоритм. Он подразумевает, когда больше говорите вы. То есть человек вот что-то не сделал, вы договорились, он что-то не сделал. И дальше вы ему даете обратную связь, именно вот вы ему говорите. Да, это монолог от вас. Что нужно сказать? Четыре этапа важных, да, четыре составляющих в этом алгоритме. Первое. Вам нужно сказать о действиях, да, поведении или действиях. То есть что было сделано? Безэмоционально, без оценки какой-то негативной. Да, вы просто говорите. Смотри, мы с тобой договорились. Вот приведите мне пример, я просто, видите, мне сложный пример из вашей практики. О чем вы можете договориться с человеком? Что ему нам надо сделать? Сколько ему там чего-то нужно сделать? Напишите мне строчку, чтобы я этот пример все время брала и приводила. А то мне каждый раз я цепляюсь за это. О чем договариваете сейчас? 500 приглашений в день. О, отлично. Вы договорились, что надо сделать 500 приглашений в день. А он вместо 500 сделал, ну, 200 давайте. Да? Итак, мы начинаем давать ему обратную связь. Итак, мы с тобой договорились, что ты сделаешь 500 приглашений в день. А ты сделал результат теперь, да? А ты сделал 200. Следующий этап. Нам нужно сказать о своих чувствах. Я расстроена. Ну, таким результатом, ну, как бы, своего сегодняшнего дня. Да, и это будет честно. Вы же расстроены результатом. Вы же хотели, чтобы он 500 сделал. А он сделал 200. Ну, наверное, это будет честно сказать. Или можно какое-то другое слово, не расстроено, да? Ну, вот то, что вы чувствуете в данный момент. Сказали. Звук. Есть звук? Все, говорю. Да, вы сказали о своих чувствах. И дальше вы переходите в будущем. Да? То есть, я очень надеюсь, что в будущем мы с тобой будем, там, планировать и обсуждать. И если у тебя что-то будет не получаться, то ты будешь говорить мне это не в конце дня, а, там, может быть, в середине я тебе помогу решить твой вопрос. Да? Но, соответственно, вы с ним уже говорите о будущем и о том, что вы будете делать дальше. Аргоритм очень простой. Ну, можно его немножко развивать. Вы можете попрактиковаться. На самом деле, конечно, вот эта презентация, которую я вам показываю, она вот тренинговая. Мы, когда проводим, ну, в живом общении, да, там, в залах, не в интернете, то мы делаем прям такие тренинговые обучения, да, там, по парам люди разбиваются, дают друг другу обратную связь и формируется определенный навык. Вот вы тоже можете немножко попрактиковаться в этой точке, ну, с этой точки зрения, как давать обратную связь. Это первый алгоритм. Очень простой, четыре этапа поведения, то есть действия. Вот поведение, наверное, немножко неправильное слово, действия. Что было сделано? О чем мы говорили, что было сделано? Да, результат, ваши чувства и, соответственно, что, как вы видите в будущем, ваше взаимодействие с человеком, чтобы это, чтобы получалось, да, чтобы то, о чем договорились, было сделано. И второй алгоритм обратной связи. Вот он мне больше даже нравится, потому что здесь больше говорите не вы, а вы задаете вопросы, а человек вам на них отвечает. Да, здесь только как бы, ну, самому себе можно задавать, вот, чего я хотел. Да, вы можете четко задавать, чего ты хотел. Давай вспомним там, чего ты хотел. Хотел 500 приглашений в день. Итак, понятно, чего ты хотел. Хотел 500 приглашений. Что получил? Получил 200. Как ты это получил? Вот это к вопросу не «почему 200?», да, то есть если вы зададите сразу человеку вопрос. Если человек все-таки, если вы человеку сейчас задаете вопрос «почему 200?», да, мы же договорились с 500, почему 200? Что он начнет делать сразу? Вспомните, мы это с вами проходили на одном из слайдов. Оправдываться начнет, правда? Соответственно, задаем правильный вопрос. Как ты это получил? И начинаете с ним разбирать, как он это получил. Ну, какие могли препятствия у него быть? Да масса могла быть препятствий. Когда человек первый раз начинает заниматься каким-то делом, да, и так далее, новым, то, естественно, у него может масса препятствий возникать. Но если эти препятствия все вы обсудите, разберете, с какими он трудностями столкнулся и так далее, то это же будет огромный плюс, правда? И последний вопрос. Что ты будешь делать по-другому для того, чтобы достичь своей цели, для того, чтобы завтра было 500? И если вот так проработать с человеком, он сам вам ответит, он сам расскажет, вы вместе проанализируете, да, и вместе построите с ним план действий на следующий день, то, конечно же, результат такого человека будет в разы выше, чем просто там или его поругать, или его успокоить, да, или там задать вопрос, почему, и заставить его оправдываться. Скажите, это полезно было по даче обратной связи? Бывают у вас ситуации, когда это может пригодиться в вашей работе? Отлично, я рада, спасибо. И теперь переходим к второй важной составляющей понятия лидерства, да, мы говорили о, в основном, да, о лидере, о качествах, да, о навыках. Теперь давайте именно о влиянии поговорим, да, потому что действительно человек, лидер очень сильно влияет. На самом деле, именно, вот, допустим, если взять наш бизнес, да, вы же понимаете, что есть, например, в обычной линейной структуре, на любой работе, есть начальник, у него есть подчиненные. Каким образом начальник влияет на своих подчиненных? У него есть определенная формальная власть, правда? Формальная власть, не руководитель, да, и, соответственно, человек уже изначально понимает, он согласен с тем, что руководитель ему что сказал, то он пошел и сделал. У лидера нет этой формальной власти. Единственный инструмент лидера – это уметь неформально влиять на человека. И есть три основных вида влияния на человека именно вот в такой ситуации, да, когда у вас нет официального канала воздействия, да, и влияния. Так, их три – это манипуляция, убеждение и вовлечение. Давайте разберемся, чем они отличаются между собой. Что такое манипуляция, как вы понимаете? Манипуляция. Я буду рассказывать, вы можете по ходу писать, да, просто, чтобы мы время не теряли. Манипуляция – это когда мы, ну, по сути, какими-то там способами заставляем человека сделать то, что мы хотим, нам это нужно, а ему, человеку, это по большому счету не нужно. То есть человек не хочет, но делает, потому что нам это нужно. Вот это и есть манипуляция. В чем преимущество манипуляции? Ну, как минимум преимущество в том, что она работает. Ну, правда, у каждого же, наверное, были ситуации, когда и вы манипулировали кем-то, и вами манипулировали, особенно это в семье часто бывает. А ну, пойди там что-то сделай. Ты не хочешь, то идешь. Да, ну, бывает такое, правда? В чем минус манипуляции? Дело в том, что манипуляция долго не работает. Ну, один раз человек согласился что-то сделать, особенно в бизнесе. В семье может долго работать, я вам хочу сказать. Потому что там, наверное, есть, как это сказать, формальные рычаги влияния, да, на детей, например. А вот в бизнесе нет. Поэтому в бизнесе, как правило, манипуляция один раз работает. Ну, там, не знаю, ну, зарегистрируйся, потому что, ну, мне надо, ну, зарегистрируйся. Ну, хорошо, зарегистрируйся. Потом вставай вас там. Ну, размести заказ, потому что мне надо. Не, я уже зарегистрировался. Ты меня попросил, я уже зарегистрировался, заказ делать не буду. Просто такой пример. Да, то есть манипуляция работает только один раз. Ну, поэтому для нас, наверное, это не самый лучший инструмент влияния. Второй инструмент влияния – это убеждение. Что такое убеждение? Убеждение – это когда мы приводим массу аргументов. Да, там, рассказываем человеку по полочкам, все рассказываем очень популярно, там, раскладываем и так далее. Какие-то доказательства абсолютно верно и так далее. В результате мы человека убеждаем, и он что-то делает. Вы знаете, в чем минус убеждения? Убеждение, к сожалению, уходит вместе с убеждающим. Вот пока вы общаетесь с человеком, пока вы ему приводите какие-то аргументы, и пока вы там его, не знаю, там, своей энергией, там, своей харизмой, да, вдохновляете, он вас слышит и он соглашается. Но как только он начинает общаться с каким-то другим человеком, и этот человек ему рассказывает что-то совсем другое, все, он забыл все ваши аргументы и уже слушает аргументы этого человека. Ну, поэтому, наверное, это тоже не самый эффективный способ для лидера, не самый эффективный инструмент лидера. А вот третий инструмент влияния, третий вид влияния, вовлечение, это другое. Это когда мы, абсолютно верно, Анна, мы находим мотивацию внутри самого человека. Когда мы хотим, чтобы человек что-то сделал, и человек хочет, и вот тогда получается вовлечение. Человек вовлекается в процесс, и тогда уже его никто не переубедит. И тогда он уже не передумает, и тогда он уже будет верен своей цели, и он будет с вами, и он будет идти вперед. И для того, чтобы найти вот эту самую мотивацию, да, откуда она появляется, мы с вами рассмотрим, ну, скажем так, последнюю тему, да, последний подпункт нашего вебинара. Мы поговорим с вами о том, что же нужно для того, чтобы человек действительно вовлекся, для того, чтобы мы человека действительно смотивировали к каким-то действиям. Оказывается, что для того, чтобы появилась мотивация, нужно, чтобы сложились три компонента. Первое – это желание, это вера, и это четкий план действий. Если хотя бы одного из этих трех компонентов не будет, человек ничего не будет делать. Сейчас разберем каждый чуть-чуть подробнее на примерах, чтобы это стало понятно. Итак, первое – желание. Оно как бы в центре, да, это такое, ну, скажем, самое ключевое – сердце мотивации. Итак, желание. Очень-очень важный компонент. Если у человека есть его собственное желание, то эта сила желания, она вызывает действия, эмоции, она просто огромное количество энергии дает и так далее. Важно, во-первых, вот мечта, очень хорошее слово, абсолютно верно. Мечта – это такое абстрактное, размытое что-то. Желание – это как раз более четко сформулированная мечта. Я хочу чего-то конкретного. Вот это желание. Очень важно, чтобы у человека было желание. Если человек ничего не хочет, вы знаете, кстати, есть такие люди, ну, я имею в виду ничего не хочет с точки зрения нашего бизнеса. Да, он не хочет жизнь свою как-то менять, его все устраивает. Его устраивает его доход, его устраивает там та квартира, в которой он живет, та ситуация, в которой он находится, каким бы это ужасным ни было. Но если человек устраивает его, то все, мы ничего не сделаем. Он не точно не смотерируется, он не будет лидером, он не будет партнером. Но, если у человека есть желание что-то поменять, то в этом случае нам нужен второй компонент. А, мы можем, кстати, выявить эти желания, мы можем понять, как нам эти желания выявить, задавая вопросы. Открытые, закрытые вопросы. Вопрос «Зачем?» и так далее. Не поняла, почему я… А, прошу прощения, сейчас немножко не те слайды. Сейчас, секунду. Вот. Когда мы выявили желания человека, мы понимаем, что они у него есть, и человек сам, самое главное, понимает и чувствует свои желания, то нужен второй компонент, потому что одного желания недостаточно. Возможно, был хороший комментарий от Нины, что когда люди к нам приходят, то они обычно говорят, что хотят бизнес, а потом часто переходят просто в пользователей. Знаете, почему так происходит? Потому что какого-то одного из трех компонентов мотивации ему не хватило для того, чтобы строить бизнес. Желание наверняка у него было. Ну, все люди, которые к нам приходят и говорят, мы хотим, значит, точно желание-то какое-то есть, что-то они хотят в этой жизни. Возможно, не хватило веры. Потому что если нет веры, то какое бы сильное не было желание делать, человек ничего не начинает. То есть мы не можем сказать, что этот человек смотивирован, он действительно что-то делает. Вера тоже складывается из трех компонентов. Это вера в продукт, вера в компанию и вера в себя. Что такое вера в продукт? В данном случае, в данном случае, это продукт маркетинг-план на самом деле. Мы сейчас говорим, если мы с вами предлагаем бизнес, то наш главный продукт – это план успеха. Это маркетинг-план. Если человек не верит в то, что в MLM вообще можно зарабатывать деньги, скажите, он будет с нами сотрудничать? У него может быть очень сильное желание зарабатывать много денег. Но если он не верит, что их можно зарабатывать в Арифлейн? Нет, абсолютно верно. Поэтому первое, во что он должен верить, это в сам продукт. Второе – это вера в компанию. Если человек верит в то, что можно зарабатывать много денег в MLM, но говорит, нет, в компанию Арифлейн нельзя. Скажите, он будет с вами сотрудничать? В бизнесе с компанией Арифлейн я имею в виду. Нет, не будет, правда? И третий очень важный момент – это вера в себя. Даже если человек, у него есть желание, он верит в продукт, он верит в компанию. Но есть люди, у которых, к сожалению, заниженная самооценка, и они просто не верят в себя. И они говорят, ну да, продукт классный, все хорошо. И ты, ты можешь. Вот ты такая классная там, ты такая харизматичная, не знаю, ты там такая усидчивая, ты такая умная и так далее. А я не могу. А я не смогу. То, опять-таки, человек делать ничего не будет. Поэтому очень важно, чтобы сложились три компонента веры. Можете проанализировать. Вот если у вас были такие ситуации, когда вы, например, начинали сотрудничать с человеком, а потом он просто переставал работать. Можно даже попробовать проанализировать, вот чего же там не хватило. Какой компонент, на каком этапе произошел сбой. Во что он веру потерял в конечном итоге. Ну и последний, третий компонент. Да, и, кстати, уровень энтузиазма никогда не опускается ниже уровня веры. Если уровень веры высокий, то человек будет в энтузиазме. Да, он будет гореть, он будет делать, он будет очень всего хотеть и так далее. Что делать вот с верой? Тоже важный вопрос. Да, то есть, если человек не верит, веру, оказывается, можно взять взаймы у тех, у кого она есть. Если человек пока не верит, то самое главное, это как можно больше контактировать с теми людьми, которые верят. Вера заражает. Ты берешь ее взаймы, ее ненадолго хватает. Да, вот ты пришел на вебинар, послушал, зарядился, да, тех людей, у которых есть эта вера. Зарядился, пошел, начал делать, столкнулся с первыми препятствиями, опять не веришь. Пришел на следующий вебинар, опять зарядился, послушал, понял, опять веришь, да, потом опять через какое-то время не веришь. Но самое главное, самая вот эта устойчивая вера приходит тогда, когда появляется опыт. Опыт формирует веру, которую невозможно сломать, ее невозможно, ее невозможно пошатнуть, ничего невозможно с ней сделать. Потому что, вот скажите мне, пожалуйста, есть тут кто-то, кто получил от компании Reflame 1000 долларов премию за уровень директора? Есть такие у нас в этом чате? Скажите, если вам вижу, да, плюсики, если вам сейчас кто-то скажет, что не, в компании Reflame премию 1000 долларов получить нельзя, скажите, можно вашу веру пошатнуть в то, что в компании Reflame 1000 долларов получить можно? Ну, никто ж не пошатнет. Я получил, я знаю это на 200%, да, что вы мне рассказываете. Вот то же самое касается абсолютно любого другого вопроса. Когда мы получаем опыт, когда мы получаем результат, у нас появляется неизбиваемая вера. Поэтому в начале, на первых этапах чувствуете, что начинаете немножко веру терять. Там, что-то не получилось, там, споткнулись где-то, где-то там, какие-то препятствия возникли. Быстро идите, слушайте тех, у кого вера есть. Заряжайтесь. А дальше этой веры будет становиться все больше и больше. И уже не нужно будет ее ни у кого брать взаимы. Она будет появляться и накапливаться у вас. И дальше будете делиться ее из них. Ну, и третий компонент. Это четкий план действий. Причем это должен быть план. Как на месяц, там, или на каталог, допустим, на неделю, так и очень важно, чтобы он был на каждый день. Четкий план действий на каждый день. Потому что, даже если человек, вот пришел к вам новичок, он горит, он хочет, он во все верит, но он не понимает, что ему нужно делать. Что произойдет с этим новичком? Ну, наверное, чуть-чуть он погорит, и дальше он будет где-то в другом месте искать, где ему реализовывать свои желания. Поэтому, очень важно иметь четкий план для человека. И план на каждый день это ответ на вопрос. Я проснулся утром? Что я конкретно сегодня буду делать в течение этого дня? Итак, теперь мы знаем, как мотивировать людей. Да, можем проанализировать, чего человеку не хватает, на каком этапе идет сбой, и уже исходя из этого, соответственно, с ним работать. Ну, и когда все это есть, то следующий этап это только действовать, действовать, еще раз действовать. И действие, тут, знаете, есть такой хороший закон, на любое действие всегда будет результат. И в жизни бывает либо победа, либо опыт. Да? Наш результат может быть такой, как мы хотели, и это победа, а может быть не такой, как мы хотели. И это наш опыт, и мы сделаем вывод. Да, и в следующий раз будем что-то делать по-другому. Еще есть такая хорошая фраза, что за достижение успеха нужно совершить 10 тысяч ошибок. И не нужно долго думать. Думать нужно, но очень долго. Знаете, есть такие люди, которые, ну, очень долго думают и ничего не делают. Да? Так вот не нужно долго думать, правильное решение или нет. Нужно делать и анализировать. Делать и снова анализировать. Да? И следующее уже корректировать в отношении с результатом, который был получен. И тогда, тогда вы будете становиться, подниматься по лестнице успеха и становиться лидерами все более и более высокого уровня. И напоследок еще одна моя любимая фраза. Оптимист видит стакан наполовину полным. Пессимист наполовину пустым. А лидер идет за графином и наполняет стакан. Я знаю, что здесь собрались настоящие лидеры. Я абсолютно уверена, что вы меняете, во-первых, свою жизнь, жизнь своих близких, и жизни огромного количества людей. Я хочу вам пожелать больших успехов в этом очень важном и нужном деле. Если есть какие-то вопросы, мы так вроде старались по ходу с вами общаться интерактивно, задавайте. У нас есть еще с вами пять минут, я могу ответить на вопросы, которые возникли. пока вижу спасибо. Вопросов пока не вижу. Наверное, на все вопросы ответила по ходу, да? Отлично. Ну что, тогда я вас тоже благодарю. Было очень приятно сегодня быть с вами в такой большой, тесной компании, которая еле-еле помещается на платформе на 500 человек. И желаю вам больших успехов. До свидания. Наталья, спасибо огромное за такой полезный вебинар. Не знаю, как кто, я сидела, записывала кое-что себе на заметочку. Согласитесь, очень многое нас касается вот в работе с новичками, уже, у меня уже мыслей куча, как это все применить. Самое главное, дорогие коллеги, надо применять. То есть, не просто послушали и ушли, да? Все классно, все супер, все очень хорошо. А нужно применять и учиться, да, и нарабатывать себе опыт в работе с людьми. Вот. Ну, Наталья, спасибо вам еще раз огромное. И мы очень надеемся, я знаю, что все, кто здесь присутствует, очень надеемся, что вы к нам еще придете в гости и поделитесь своим грандиозным опытом и что-то еще нам поведаете полезное и классное. Хорошо? Да, запись будет. Все, всем отличного дня и хорошей плодотворной работы. Субтитры создавал DimaTorzok